Былое нельзя Что нельзя с Александром Сергеевичем Поужинать в яр, заскочить хоть на четверть часа Теперь нам не надо по улице мыкаться ощупью Машины нас ждут и ракеты уносят нас вдаль А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков Хотя бы одного и не будет отныне, а жаль А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков Хотя бы одного и не будет отныне, а жаль Добрый день, уважаемые радиослушатели «Радио-1». Мы рады нашей сегодняшней очередной воскресной встрече В передаче «Улица Вахтангова, дом 12А». У микрофона ведущая Мария Журавлёва, то есть я И я приветствую всех, кто настроил свои радиоприёмники На волны «Радио-1». Должна сказать, что сегодня у нас Наша любимая Леди Борисовна Лебединская Лидия Борисовна, добрый день. Добрый день. И сегодняшнюю нашу программу мы посвящаем одному из самых замечательных людей нашего времени, нашей культуры Я имею в виду нашего времени, что мы были современниками этого человека Ираклия Андроникова. И вы знаете, мне хочется, чтобы мы начали нашу программу Прямо сразу с того, чтобы прозвучал этот незабываемый голос, Который, конечно, все вы узнаете И который скажет вам фразу, с которой начинается Одно из самых его любимых, любимых слушателями, читателями произведений Я хочу рассказать вам. Я хочу рассказать вам историю одного старинного портрета Который изображает человека давно умершего И тем не менее хорошо вам знакомого История-то не такая старинная, как самый портрет Но хотя она началась сравнительно недавно Это все-таки целая история От одного московского издательства Я был как-то командирован в Ленинград И пробыл там несколько дней Событие-то само по себе ничем не примечательное Не стоило бы даже и упоминания Если бы другое событие Или попросту совершенно ничтожный случай О каких мы забываем ровно через минуту Не положило бы начало целому ряду приключений И так я был командирован в Ленинград Город, особенно близкий моему сердцу Там я учился, окончил университет Вступил на литературное поприще Обрел там первых друзей Словом, был счастлив Какое-то удивительное, какое радостное чувство Вернуться на несколько дней в город, где прожил лет десять А уж если вам случалось бывать в Ленинграде Да еще в белые ночи Вы, конечно, поймете меня Прямота набережных Неподвижный строй Бледно-желтых, тускло-красных Матово-серых дворцов И их опрокинутые отражения В зеркально-черной глади Окантованной гранитом Невы Ажурные арки мостов На фоне розово-желтой зари Лиловые контуры башен Колонн Скачущих бронзовых коней В этом обманчивом полусвете И кажется еще прямее, чем всегда прямота проспектов и набережных Будто легче и ближе один от другого стали мосты Будто теснее сдвинулись купола и шпили в этой прозрачной загадочной тишине Словно все уменьшилось вокруг Но город стал еще лучше, прекраснее Если только может стать еще прекраснее этот великий город Впрочем, я совершенно отвлекся от предмета своего повествования По приезде в Ленинград я не применил наведаться в Пушкинский дом Академии наук СССР Посвятив себя изучению жизни и творчества Лермонтова Я приезжаю в Ленинград, никогда не упускаю случая побывать в Пушкинском доме Где собраны почти все рукописи Лермонтова Где можно видеть его портреты, картины, рисунки, сделанные его рукой Где целая комната уставлена шкафами В которых хранятся решительно все издания сочинений Лермонтова и литературы о нем Когда-то я даже служил в Пушкинском доме По старой памяти пользуюсь там полной свободой И по-прежнему имею доступ в рабочие комнаты Так и на этот раз я явился в музейный отдел К Елене Панфилне Населенко И получил от нее разрешение хозяйничать Просматривать каталоги, перелистывать инвентарные книги Самому доставать с полок тяжелые альбомы и папки И вот, пользуясь ее гостеприимством Я уже расположился в рабочей комнате музея Заставленной шкафами, письменными столами, шифоньерками Бывают же такие неудачи Не успела Елена Панфилна отвернуться Как я, пробираясь мимо ее стола Смахнул рукавом какую-то разъянутую папку С незавязанными тесемками Папка шлепнулась на пол И тут же высыпалось из нее чуть ли не все содержимое Штук 15 портретов известного педагога Ушинского Гравированный портрет митрополита Евгения Составившего словарь русских писателей Несколько изображений Ломоносова С высоко поднятой головой и бумагой в руке Писатель-декабрист Бестужев Марлинский В мохнатой кавказской бурке Фотография, на которой Лев Толстой рассказывает сказку внуку и внучке Памятник дедушке Крылову Поэт-партизан Денис Давыдов верхом на белом коне И какой-то вид южного побережья Крыма Как это меня угораздило, ну прямо слон Бормочу я, ползуя по полу Простите, Лена Панфиловна, не сердитесь Ну уж ладно, что с вами делать, улыбается Лена Панфиловна Давайте к папку сюда Ну я медленно отдать ей Простите, говорю Разрешите мне еще раз взглянуть на эти картинки На что они вам? Сейчас, отвечаю я и уже роюсь и роюсь в папке Сейчас Неужели мне только почудилось? Нет, конечно, я видел и упустил какое-то ужасно знакомое лицо Оно мелькнуло, когда папка упала Одну минуту Секундочку Вот Я быстро выхватил из кучи картинок Небольшую пожелтевшую любительскую фотографию Изображавшую молодого военного Никогда в жизни не видел я этого портрета Но откуда же тогда я знаю это лицо? Темный блеск задумчивых глаз Чуть вздернутый нос Тонкие темные усы Над пухлым детским ртом Упрямый подбородок Высоко поднятые, словно удивленные брови Ясный, спокойный лоб Будто совсем и не согласованный между собой А лицо между тем чудное, необыкновенное Из-под накинутой на плечи распахнутой тяжелой шинели Виднеется Эпполет Перевернул На обороте надпись карандашом Прибор серебряный И все Кто же это? Это, конечно, он Я узнал его сразу Словно знаком с ним давно Словно видел его когда-то вот точно таким Так неужели же это Лермонтов? Неужели это неизвестный нам лермонтовский портрет? И сразу удивление И радость И сомнение Лермонтов В куче каких-то случайных картинок А вот уверен, что он был такой Каким он изображен на этой выцветшей фотографии Хотя, по праву сказать, и не очень похож на другие свои портреты Но все-таки кто это? Елена Панфиловна Это случайно не Лермонтов? Считается почему-то, что Лермонтов Отвечает Елена Панфиловна И мне уже нечем дышать Только почему так считается, в точности никому неизвестно И вот смотрю я И ведь еще неизвестно, кто это А уже кажется, словно короче Сто лет, которые отделяют нас от него И Лермонтов словно ожил на этой старенькой фотографии И какая заманчивая тайна окружает это лицо Мы сейчас послушали фрагмент рассказа Ираклия Андроникова «Портрет» И к этому рассказу мы еще вернемся в заключении нашей программы Я хочу только сказать о том, что человек это был необычайный Человек-легенда Человек-симфония, сказала бы я, Лидия Борисовна Я думаю, что вы со мной согласитесь Совершенно Потому что как в симфонии огромное количество звуков Соединено в одно какое-то прекрасное сочинение Так и в Ираклию Луарсабовичи Сочетались огромное количество талантов Которое было соединено в его личности Которое производило необычайное впечатление Необычайное, это правда Мне рассказывала мама Я этого не помню Что когда впервые Ираклий Луарсабович пришел в гости Или по делу, я не знаю К нам на улицу Вахтангова в дом 12 А квартиру 15, где мы жили Первое, что он сделал Сел на кушетку И пропел с первой до последней ноты Всю первую часть пятой симфонии Бетховена Чем поразил моих родителей до глубины души Но как у всякого талантливого человека Вот это была любовь к его сердцу Так и у Ираклий Луарсабовича через всю жизнь Да, вы согласны со мной? Да, несомненно Прошла любовь вот именно к тому самому портрету То есть к оригиналу того портрета О котором шла речь сейчас в рассказе К Михаилу Юрьевичу Лермонтову И именно сегодня мы будем в основном говорить Несмотря на то, что объять все таланты Ираклий Луарсабович невозможно Ну мы немножко о разных Мы о разных поговорим Но мы задумались сделать цикл передач Об Андроникове разном Об Андроникове литераторе Об Андроникове музыканте Об Андроникове рассказчике Не с эстрадой А просто в узком кругу друзей Потому что когда он приходил к нам сюда Вот в Дом звук показаписи Это было нечто невероятное Сбегались все со всех этажей Он садился, рассказывал Сам хохотал, очень вкусно хохотал И все вокруг просто, ну, замирали Потому что это он был необыкновенен в этом И мы все его обожали И я хотела тут привести цитату Мариэтта Шагинян Которая просто писала о том Что такое слово Андроникова Ну, сейчас быстро я ее прочитаю Хорошо? Писатель Ираклий Луарсабович Андроников Начинал устно Всем памятны его замечательные выступления В больших залах Москвы и Ленинграда Его удивительные устные образы писателей Называвшиеся иногда пародиями Хотя правильнее было бы сказать Перевоплощение в характер Изображаемых им лиц Его чудесные рассказы Юмористические, биографические Историко-литературные Историко-музыкальные Но слово Андроникова не было только произнесенным словом В его рождении участвовал весь человек Его жесты, мимика, интонация Глубокое выражение мыслей и чувств Когда мы слушали Ираклия Андроникова на сцене Мы видели перед собой всего человека Создавшего себя как объект искусства Мариэта Шагиня Ну это, так сказать, скажем Официальная характеристика А мне бы хотелось, чтобы вы Нам рассказали О Андрониковой, которого знали вы Которым вы встречались И который был В общем в кругу ваших Близких, знакомых Вы знаете, вообще первый раз я услышала Андроникова, это было очень давно Это было 1 мая 1936 года В Доме литераторов шел первомайский концерт Давненько Давненько это было Вот, 60 с лишним лет назад Да И вот тогда Андроников выступал Он, по-моему, тогда еще жил в Ленинграде И он специально приехал на этот вечер Чтобы выступить И у него был совершенно гениальный просто Я считаю Рассказ, пародия Я не знаю На Кирпотина, который назывался Львы на воротах Там даже были какие-то обидные вещи Потом Кирпотин обижался Но это было так смешно Это было так умно Это было так талантливо Что мы все заслушались Но потом началась война Война кончилась И в 47-м году Тогда это была окраина Москвы Угол Беговой и Хорошевского шоссе Вырос такой необыкновенный поселок Двухэтажные домики С колоннами Какой-то вообще 19-й век Неожиданно И там поселились Поселили, раздали квартиры Потому что многие писатели Художники, музыканты Остались после войны без жилья Кого-то разбомбили Кто-то переехал Все И вот там Это была необыкновенная совершенно жизнь Там поселились тогда Заболоцкие, Гроссманы, Нилины И Андрониковы В том числе Я всех не буду перечислять И вы знаете Телефонов ни у кого не было еще И вот вечером Мог раздаться стук в дверь Потому что звонки тоже как-то не очень Еще были электрические Вот И на пороге стоял Ираклер Лаурсабович Вместе с Вивианной Авелевной С его женой И вот это Начинался вечер феерия Вечер феерия Вот вы говорили о том Что он спел всю симфонию Часть первой А у меня первое ощущение было Он тоже так неожиданно Они пришли У нас был включен радиоприемник И там шла какая-то классическая музыка И Ираклер Лаурсабович Стал немедленно дирижировать Но это было такое зрелище Вы знаете Я не знаю Наверное профессиональный дирижер Мог бы позавидовать Это была такая Просто необыкновенно красивая И артистичная Элегантная И все Ну и потом волей-неволей Конечно за столом Хотя вроде никто Так сказать Его даже Его не надо было просить Что-то рассказать Это возникало само собой Он был человек Конечно Лермонтов У него было главное в жизни И главная Вот его любовь Так сказать В русской литературе Но он вообще был Вот когда-то Корней Иван Чуковский Говорил мне Что русская литература Это не просто Произведение искусства Это еще учение Учение о честности Справедливости Любви Доброте Она же Говорит Начиналась словами Радищил Я взглянула Окрест себя И душа моя Страданиями человеческими Уязвлена стала И дальше Вся русская литература Как бы исполняла Вот этот завет И он говорил Но если это учение То каждому учению Нужны апостолы Которые бы проповедовали Эту любовь К русской литературе И вот Андроников Был одним из таких апостолов Ведь вот мы Сейчас будем говорить О Лермонтове Но я должна сказать Что мы не можем забыть Никогда О того Что вот эти Пушкинские праздники Которые превратились Уже во всенародные праздники Это была идея Ираклия Лаурсабовича И он был Участником Всех этих праздников Пока он был жив И здоров И он был душой Этих праздников Он ездил не только В Михайловское На праздники Это первые Возникли там А потом Ведь по его Так сказать Пути Праздник этот Распространился На всю Россию Мне самой приходилось На них бывать Это не только Россия Украина В Каменке В местах декабристов В Сибири Пушкинский праздник По декабристским местам Это поразительное было явление Ну я не говорю уже О Кольце Калининском И все И пока он стоял Во главе Пушкинского комитета Андроников Это конечно Было совершенно Все иначе Чем сейчас Понимаешь Это действительно По-настоящему Был пушкинский праздник То же самое Я уже не говорю О Лермонтовских юбилеях Которых он Принимал участие Он всегда был Очень точен В своих Вот Изысканиях Это просто Это Я считаю Что его Литература Это особая Литература Литература Литературы Андроников Увлекательнейшая Доступная Каждому человеку Это великое Дело Потому что Прививать любовь К русской литературе Именно только так И нужно Потому что Я с величайшим уважением Отношусь К сугубо Научным трудам И все Но у Андроникова Тоже научные труды Но они изложены Так ясно Так просто Что вот это Вот и есть Когда-то В учебнике Русской словесности Было написано Что Свойство Литературы Это точность Ясность И образность Вот это Свойственно Его Ко всем Работам А Лермонтов Или он пишет Или Свои устные Рассказы Он же просто еще Большой мастер Как писатель Это как актер Это театр одного актера Это театр одного актера И это просто Настоящий писатель Это уже Огромный писатель И вот его книги Его собрание Сочинения Это Увлекательнейшее Ну я не знаю Понимаете Это то Что формирует Должно формировать Во всякую Человеческое сознание Человеческую душу Потому что Если научить Человека Любить хорошую Литературу Хорошую музыку То Какой-то иммунитет К подлости Это вырабатывается В душе И вот в этом отношении Конечно Андроников Ему принадлежит Огромная роль В каком-то таком Нравственном И душевном Воспитании людей Я бы Сама лично Я бы Будучи на месте Тех Кому это дано И кто мог бы Это сделать Я бы ввела Просто курс Андроников В школах В средних школах В гуманитарных вузах Потому что Можно слушать Сейчас его пластинки Слушать его записи Его вот голос Потому что голос Еще передает Огромную силу Его таланта И проникновение В то О чем он говорит Это попадает Прямо в сердце Ты не можешь равнодушно Просто с интересом Слушать А тебя захватывает Это какая-то волна Поднимает И ведет Несет куда-то Так что Причем при этом Он же был Невероятно Трудоспособен И трудолюбив Потому что Можно только удивляться Как возможно Совместить Вот такую И Театральную Что ли Деятельность Выступления Лекции Заседания Все Колоссальной Литературной работой Которая требует Большой сосредоточенности А ему Андронникову Еще требовалось Конечно Сидение в архивах В библиотеках В музеях Это же поразительно Просто Я всегда удивлялась Вот это именно Его работоспособности Какой-то Трудолюбию Какой-то Безотказного Причем К нему же Очень много людей Обращались за помощью Очень много И писателей И просто Потому что Знали его популярность И все И он Для всех Всегда находил время Это поразительно И вместе с тем Находил время И на застолье И пойти в гости И к себе К себе принять У себя принять гостей Тоже И вот я говорю Вот это вот Несколько лет Которые были прожиты На беговой Вот в этих домиках Очень многое Как-то в нем Открыли И в нем И в его прекрасной Семье И его дочери И его жена Вивиана Абельна Гостеприимная Такая На всю Москву Известная Вива Андронникова Вива Андронникова Красавица была Вообще Удивительно Я так счастлива Что мне довелось Все это видеть И сейчас Катя Андронникова Работает на телевидении И внучка Сейчас красавица Как раз мне сегодня Я уходила Когда я сюда На передачу Мне моя внучка Говорит А у нас учится Внучка Андронникова Ирочка И ее считают Самой красивой Девочкой на курсе Подумайте Как совпало Как интересно И еще Вот я думаю О том Что для многих Для многих Поколений Наверное И будущих Лермонтов Не только Своими стихами Не только Своей прозой Будет покорять Сердца И будет проникать В души человеческие Но именно Андронников Введет Как бы Молодых людей Которые будут Знакомиться С этой Литературой Которые Конечно Вот вы говорите Он был Инопланетянин Лермонтов Мне тоже кажется Что И Наверное И Пушкин Тоже был Пришелец Оттуда Потому что Это все-таки Чуть выше Чем Обыкновенные Люди Которые ходят По земле Твердо Ступая Так сказать И будучи Уверены в себе И вот Такие Трагические Две судьбы Две Великие Звезды Поэтические Не только Россия я считаю Но и мира Потому что У многих стран Есть свои Замечательные Поэты И писатели И тут И в Англии И в Германии И во Франции И везде Но Пушкин И Лермонтов Это Явление Какого-то Мирового Космического Масштаба Космического Масштаба Потом Лермонтов Видел такое Что Я всегда У него есть Это Пред ним Казбек Как грань алмаза Красой Вечная Сиял Я уже даже Только с самолета Можно увидеть Что он Как грань алмаза Я уже и так Смотрела Как же А тогда же Самолетов не было Откуда он Это увидел Это даже Непонятно Ну а вот Такие дивные Стихи Как помните Дары Терека Замечательные Совершенно Царица Тамара Все это все Он пишет Какими-то Самыми Обыкновенными Словами Вот я не знаю Я считаю Что это Просто Может быть В мировой поэзии Нет таких стихов Это В минуту жизни Трудную Когда на сердце Грусть Одну молитву Чудную твержу Я наизусть Есть сила Благодатная В созвучии Слов живых И дышит Непонятная Святая прелесть В них С души Как бремя Скачется Сомнения Далеко И дышится И плачется И так легко Легко Но мы же Разговариваем Этими словами Откуда Вот эта Музыка Откуда Это Конечно Это услышана Эта музыка А теперь А теперь Вот как и обещали Мы возвращаемся К рассказу Ираклия Андроникова Портрет И так Будучи В командировке В Ленинграде Ирак Илвард Сапч Зашел в Пушкинский дом Академии наук СССР И увидел там фотографию Сделанную с портрета Ранее ему неизвестного На фотографии Был изображен Молодой военный В котором писатель Узанал Лермонтова И начались Трудоемкие Почти безнадежные Поиски портрета Но вот Наконец Портрет найден И тут Новые препятствия Видные Лермонтоведы Отказались Признать Молодом офицере Лермонтова Главный аргумент При этом был такой На офицере Не тот мундир Начались Новые исследования Андроников Предположил Что если портрет Реставрировался То может быть Поверх сюртука Был написан Другой сюртук Другими кантами Ираклий Луарсавч Побывал даже В криминалистической Лаборатории Портрет Посветили И в рентгеновских И в ультрафиолетовых И в инфракрасных Лучах И везде Ответ был один Ничего под мундиром Не обнаружено И что же дальше Дальше Мы продолжаем Слушать Рассказ Ираклия Андроникова Портрет Надо вам сказать Что в то время Когда я еще жил В Ленинграде И работал В Пушкинском доме Сдружился я С Пал Павловичем Щеголевым Его уже нет Он умер еще В 36 году Это был молодой Профессор Очень талантливый Историк Человек великолепно Образованный Острый У него я познакомился С его другом Известным юристом Профессором Ленинградского университета Яков Ивановичем Давидовичем Большим знатоком Трудового законодательства Сидя в кабинете У Щеголева Я не раз бывал Свидетелем Необыкновенной Игры этих двух друзей Яков Иванович Еще в передней Еще потирает руки С мороза А Пал Павлович Уже посылает ему Свой первый вопрос Не скажете ли вы Дорогой Яков Иванович Какого цвета Были выпушки на Обшлагах Колета Лейбгвардии Киросирского Ее Величества полка Простите Павел Павлович Это детский вопросик Снисходительно усмехается Яков Иванович Входя в комнату И раскланиваясь Что выпушки В Киросирском полку Были светло-синие Известно буквально каждому А вас очень Дорогой Павлович Я попрошу назвать Цвет ментика Павлоградского Гусарского полка В котором служил Николай Ростов Зеленый Отвечает Ему Павел Павлович А султаны В лейбгвардии В финляндском Черные Ответьте мне Дорогой Яков Иванович Снова обращается Коему Павлу Павлович В каком году Сформирован Литовский Лейбгвардии Полк Если мне не изменяет память В 1811 А в каких боях Он участвовал Бородино Бауцин Дрезден Кульм Лейпциг Я называю Только те сражения В которых он отличился Я не сказал еще Что этот полк В числе первых Вошел в Париж Яков Иванович Этого кроме вас Никто не помнит Вы гигант Вы колоссальный человек Восхищается Павл Павлович По правде сказать Эти восторги Были мне Недоступны Я ничего не знал Ни о выпушках Ни о ташках Ни о валтрапах В специальных вопросах Военной истории Был не силен Я уставал следить За этой игрой Начинал потихоньку Зевать и прощался Теперь Размышляя о портрете Я все чаще Вспоминал об этих Необыкновенных познаниях Яков Иванович Если рассуждал я Корен прав Первое Если о поисках Другого мундира Надо забыть Об этом корен прав Безусловно Второе Если исходить из того Что все-таки Это Лермонтов То остается третье Подвергнуть изучению Мундир В котором Лермонтов Изображен на портрете Одному мне в этом вопросе Не разобраться И специально Чтобы повидать Давидовича Поехал я в Ленинград Изложил свою просьбу По телефону Прихожу к нему домой Спрашиваю еще на пороге Яков Иванович В форму какого полка Мог быть одет офицер В девятнадцатом веке Если на воротнике У него красные канты Позвольте Что значит красные Возмущается Яков Иванович Для русского мундира Характерно необычайное Разнообразие Оттенков цветов Прошу пояснить О каком красном цвете Вы говорите Об этом Я протягиваю Плачок бумаги На котором у меня Скопирован Цвет канта Это не красный И никогда красным не был Отчеканивает Яков Иванович Это самый настоящий Малиновый Который сколько мне Помнится был В лейбгвардии Стрелковых батальонок В семнадцатом Уланском Новомиргородском В шестнадцатом Тверском Драгунском И в лейбгвардии Гродненском Гусарском полках Сейчас я проверю Он открывает шкаф Перелистывает таблицы Мундиров Истории полков Цветные гравюры Пока все правильно Подтверждает он Пойдем дальше Если Эполет На этом мундире Кавалерийский В таком случае Стрелковые батальоны Отпадают Остаются Драгуны Уланы Гродненский Гусарский полк Тверской И Новомиргородский Тоже приходится исключить В этих полках Пуговицы И Эполеты Повелено было иметь Золотые А на вашем портрете Наносили бро Следовательно Это должен быть Гродненский А как выглядит Самый портрет Я показываю ему фотографию Вы дитя Восклицает Яков Иванович Это же сюртук Кавалериста Тридцатых годов В это время В Гродненском полку Введены перемены И на доломаны Присвоены Синие выпушки Но сюртуки Оливкового цвета Сохраненный По 1845 год И до 1838 года На них оставался Малиновый камп В этом вы можете убедиться Просмотрев экземпляр рисунков Специально раскрашенных Для Николая Первого И так заключает Яков Иванович Складывая книги Высокими стопками Все сходится В пользу Гродненского Яков Иванович Восклицаю я Вы даже не знаете Какой важности Сообщения вы делаете Ведь на основании Ваших слов Получается Что это Лермонтов Простите Останавливать меня Яков Иванович Этого я не говорю Пока установлено Что это офицер Гусарского Гродненского полка И не больше А Лермонтов Или не Лермонтов Это не по моей части Гродненский гусар Круг людей Среди которых Жил этот офицер Сузился Теперь до 30-40 человек Офицеров Гродненском полку В 30-х годах Было не больше Кажется Уже близок конец И тем не менее Вот тут-то и непонятно Что делать дальше Вернулся в Москву Снова ломаю голову Снова сижу И смотрю на фотографию Словно жду Когда она заговорит Конечно было бы не дурно Если бы портрет Сам сказал Кого он писан Позвольте А как же интересно Поступают тех случаев Когда человек не говорит Когда он не может Или не хочет Назвать свое имя Совершенно ясно Что такого Должны опознать другие А если его Никто не знает Или не хочет назвать Тогда очевидно Опознают по фотографии А если нет фотографии Может ли служить Этой цели Живописный портрет Снова отправляюсь С портретом В криминалистическую Лабораторию А здравствуйте Говорят снова к нам Я объясняю С мундиром Все уже выяснил Теперь помогите Опознать изображенную На портрете Личность Лермонтов в конце концов Или не Лермонтов Знаете что говорят Посоветуйтесь Сергеем Михайловичем Может быть он и возьмется Уж если он даст заключение Ваши сомнения будут разрешены А кто такой Сергей Михайлович Как вы не знаете Это профессор Потапов Ученый с мировым именем Один из основоположников Русской криминалистики Лучший знаток Судебной фотографии Создатель научного Почерковедения Высший авторитет В области Криминалистической Идентификации Он кстати любит Разные сложные Запутанные вопросы И вероятно Заинтересуется вашим портретом Сергей Михайлович Можно к вам И вводит меня в кабинет За столом пожилой человек С волосами Гладко зачесанными наверх С крохотной седой бородкой На спокойном умном лице Карии глаза Живые и быстрые Представили меня ему Выслушал он мою просьбу Внимательно Рассматривал портрет пристально Тонким голосом Задавал вопросы Наконец обратился К сотрудникам Попробуем применить К данному случаю Учение об идентификации На основе словесного портрета Сказал он И мне Попрошу вас Доверить нам этот портрет Прислать репродукции Со всех имеющихся Изображений этого же лица И дать месяц сроку Прошел месяц И вот мне вручают пакет И письмо на мое имя Разрываю конверт И первое что вижу за главе Мнение профессора С.М. Потапова Я не знаю еще приговора Но судьба моя Уже решена С глубоким волнением Начинаю читать я строки Этого документа С целью осуществления Попытки решить Поставленный вопрос Путем сравнения Признаков лица С имеющимися образцами Несомненных изображений Лермонтова Читаю я Были рассмотрены Существующие репродукции С его известных портретов Из присланных ему репродукций Профессор Потапов Выбрал фотографию С миниатюры Написанный в 1840 году Художником Заболоцким На которой Лермонтов изображен В том же повороте Что и на вульфертовском портрете Эти изображения Потапов решил сличить Прежде всего Он довел их До равной величины Заказав с них Такие фотографии Чтобы расстояние Между двумя Устойчивыми точками лица Было на них Совершенно одинаковое В качестве масштаба Для обеих фотографий Он взял расстояние Между окончанием Мочки уха И уголком правого глаза На портрете Заболоцкого Когда лица на портретах Стали одинакового размера По ним изготовили Два крупных диапозитива Пересняли изображение На стеклянные пластинки При наложении Этих диапозитивов Один на другой И рассматривании их На просвет Читаю я Очевидно они в пакете Разрываю бечевку Торопливо скидываю Крышку с коробки Осторожно вынимаю Из нее два темных стекла Диапозитива Которых пишут Потапов Поднимаю их к свету На одном Увеличенная миниатюра Заболоцкого На другом Уменьшенный Вульфертовский портрет Продолжая разглядывать их Аккуратно складываю Вместе Один на другой Совмещаю окончание Мочек ушей Совмещаю уголки Глаз Чудо Изображения Сразу исчезли Словно растаяли Они слились Воедино В новый Третий портрет Совпали и брови И глаза И носы И губы И подбородки И уши Не совпали только Прически Да левую щеку На портрете Заболоцкого Ободком облегает Щека Вульфертовского портрета Но разве Прически Полнота щек Относятся К устойчивым признакам Еще прежде чем Дочитано до конца Заключения Потапова Я уже предугадываю Вывод Следует Высказать мнение Что доставленный Товарищем Андрониковым Портрет Масляными красками Представляет собой Один из портретов М. Ю. Лермонтова Какая радость Думаю я Какая замечательная работа Выдающийся советский криминалист Впервые в истории криминалистики Взялся за опознание Личности неизвестного офицера На живописном портрете Прошлого века И с каким блеском Продемонстрировал он Точность криминалистических методов Потапов опасался Что если художники Нарушили пропорции Между отдельными чертами лица То стало быть портреты Не похожи на оригиналы При извлечении их Ничего не получится Но к счастью Все получилось Я продолжаю С огромным волнением И радостью Рассматривать Это волшебное слияние Двух разных изображений В одно живое лицо Как удивительно Изменились глаза Рассеянный Задумчивый взгляд Вульфертовского портрета Сделался пристальным И сосредоточенным И кажется Устремлен теперь Прямо на вас Какое счастье Что оба художника Были верны натуре Соблюдая реальные Соотношения лица Они с большой точностью Запечатлели черты Великого своего современника Я перечитываю Заключение Потапова Это исчерпывающий ответ Не только на предложенный Мною вопрос Это ответ И тем Кто не узнает Лермонтова На новом портрете Результаты достигнуты Не случайно Искали портрет А в портрете Искали Лермонтова Люди многих профессий И сотрудники Литературных музеев И подполковник Инженерных войск Вульферд И студент Железнодорожного техникума И художник Корин Московские криминалисты Во главе с профессором Потаповым Библиотекари Фотографы Рентгенологи Криминалисты Применили к портрету Свои точные методы И если бы мне не помог Яков Иванович То Сергей Михайлович Потапов Все равно узнал бы В лицо этого офицера И сказал бы нам Что это все-таки Лермонтов Гляжу я на этот портрет И только теперь Когда уже окончены поиски И собраны доказательства Могу сказать вам Как полюбил я его И как трудно мне было бы Приучить себя к мысли Что это не Лермонтов Сколько лермонтовских стихов Сколько представлений О живом Лермонтове Связал я с этим Благородным изображением Скажем же о нем На прощание Словами самого Лермонтова Взгляни на этот лик Искусством он Небрежно на холсте Изображен Как отголосок Мысли неземной Не вовсе мертвый Не совсем живой Ну я не знаю Мне кажется Что вот Услышав этот рассказ Еще раз Я не первый раз его слушаю Мне кажется Что можно Влюбиться и в Лермонтова Как в живого человека И в Андроникова Как в живого человека И в его голос В его голос В его В любовь к Лермонтову Влюбиться в эту любовь Которая Так Действенно Так Упорно шла К тому Чтобы доказать Что на портрете Именно Лермонтов И вот Мне кажется Что за Андроникова Надо Чокаться Надо его вспоминать И надо Просто Всегда Помнить о том Что это было За прекрасное Красивое И Необычайно Талантливая Личность И такая Достойно Прожитая Жизнь Спасибо большое Лидия Борисовна Что вы пришли Что мы Вспомнили его И я напоминаю Еще раз Что мы будем Стараться В наших программах Вспоминать Андроникова Чаще В разных Ипостасях Его прекрасного Таланта А сейчас Я прощаюсь с вами Всегда Ваша Мария Журавлева Былое нельзя Воротить Выхожу я На улицу И вдруг Замечаю У самых Арбатских Ворот Извозчик Стоит Александр Сергеевич Прогуливается Ах Завтра Наверное Что-нибудь Произойдет Извозчик Стоит Александр Сергеевич Прогуливается Ах Завтра Наверное Что-нибудь Произойдет Стоит